Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об эпид-обстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. На последний день ноября, на 30 ноября 2020 года, на территории республики, по данным Роспотребнадзора, выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Оценивая количество случаев, глава республики Саха-Якутия на только состоявшемся оперативном штабе республики и определил данную ситуацию как ситуацию подконтрольную органам государственной власти и органам местного самоправления, и, соответственно, напряженной. В связи с чем, указом главы республики Саха-Якутия был продлен режим повышенной готовности по 15 января. Необходимо обратить внимание, что по 15 января сохранены следующие ограничения, действующие на территории республики Саха-Якутия. Режим самоизоляции для лиц пожилого возраста старше 65 лет и лиц, имеющие хронические заболевания. Для всех граждан республики сохраняется масочный режим, режим социального дистанцирования. Для работодателей республики сохраняются следующие правила. Удаленный режим работы не менее 50%. Обязательное отстранение от работы лиц, которые обладают признаками ОРВИ, или сообщения о том, что они заболели коронавирусной инфекцией. Кроме того, обязательствами работодателей является сохранение и обязательное введение социального дистанцирования по возможности в тех учреждениях, которые работают при большом количестве народа. Кроме того, термометрия и, соответственно, дезинфекция. Для учреждений торговли общепита введено новое ограничение, которое устанавливается с 15 декабря по 15 января. Оно касается, прежде всего, учреждений общепита, оказывающих услуги по проведению различного рода, в том числе и групповых мероприятий. Оно связано с тем, что работа ресторанов и услуг общепита, так же, как и по всей Российской Федерации, должна осуществляться не до 0 часов, а до 1.23.00. Кроме того, главой Республики Саха и Кутия рекомендованы следующие правила для непосредственно предприятий, которые являются предприятиями торговли. Это возможность расширения работы для того, чтобы в предновогодние рождественские праздники не допустить большого скопления народа и самостоятельно регулировать вопросы по концентрации народа и не давать возможности каким-то образом вирусу передаваться. Так будет значительно легче всем соблюдать социальное дистанцирование. Для учреждений образования главой Республики Саха и Кутия определён план, по которому проведение школьных и детских утренников возможно в группах с соблюдением, соответственно, санитарно-эпидемиологических правил без привлечения при проведении праздников работников и соответствующих родителей. Кроме того, органам государственной власти, органам местного самоправления определено исключить из планов проведения торжественных крупных мероприятий мероприятия в реальном режиме времени по празднованию Нового года. Все мероприятия, связанные со встречей Нового года, должны пройти в режиме онлайн. Указанные правила, определенные главой Республики Саха и Кутия, касаются любого населённого пункта на территории нашей Республики, независимо от того, есть там случай новой коронавирусной инфекции или нет. На сегодня в городе Якутске, как столице Республики, зарегистрировано 111 новых случаев. Большое количество случаев, от 10, 9 и 8 случаев, зарегистрировано, соответственно, в Мирненском, Нюрненгринском, Мегино-Кангаласском районах. К сожалению, в связи с открытием автозимников, особое внимание сейчас хотелось бы обратить и жителям наших северных районов, и соответственно, значит, главу муниципальных образований на своих оперативных штабах решать вопрос о соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, в связи с тем, что постепенно коронавирус у нас приходит и очень в дальние поселения. Как мы и определялись, значит, сегодня за сутки нашими лабораториями Республики стало браться соответственно и проводится 2,5 тысячи тестов на новую коронавирусную инфекцию. Это связано прежде всего с тем, что меньшее количество лиц, и только в основном больные, для подтверждения диагноза это тестирование осуществляется. Это прежде всего связано с исключением по данным Роспотребнадзора и требованием Роспотребнадзора необходимости проведения тестирования у контактных лиц.